всем здравствуйте так позовем аню всем добрый вечер кто в прямом эфире я честно говоря даже не ожидал что кто-то будет связи с тем что привет дима а не прислал а не я послал приглашение если ты видишь надо принять и тогда всем добрый вечер еще раз напоминаю что у нас сегодня замечается прямой эфирм про личные границы вот ждем аню пока когда она примет приглашение напишите как слышно видно те кто здесь так вот я вижу какое-то принять вот они увидела отправил запрос так написано она не может присоединиться еще раз принять слышно да видно коллеги а вот аня привет да но у нас я удивился что люди есть потому что теперь с инстаграмом в россии тяжело вот мы с тобой сейчас не в россии я в болгарии нахожусь они в германии вот слышно видно пишут хорошо прекрасно вот да хорошо начнем тогда я вкратце просто такое вступление небольшое сделаю а потом уже мы в русле свободных ассоциаций да я знаю что у тебя есть какие-то мысли уже там я возможно что-то тоже там добавлю или что-то придет во время нашей беседы вот но я какое-то время назад задумался по этих личных границах потому что люди об этом говорят на сессиях стали об этом говорить да и часто начали говорить что вот там с кем-то они с каким-то терапевтом там значит эти границы выстраивали там делали но вот как бы ничего не работает да то есть но как-то мы отходили от самого этого термина ну как бы шли там другом направлении работы но так или иначе этот меня феномен заинтересовал я придумал этот рилс вот началась после этого такая оживленная дискуссия вот в том числе на б-17 там даже создали специальную тему где это обсуждали вот и потом значит и мне понравились твои мысли по этому поводу когда ты говорила о том что ну в кабинете это прежде всего означающие одно из означающих да с которым мы работаем хотя понятно что люди приносят там со своими смыслами да но с какими-то в какой-то степени одинаковым смыслом да с таким попсовым вот но так или иначе да это конечно же прежде всего означающе меня заинтересовал тоже этот вопрос именно как культурный феномен вот почему он возник да то есть я немножко тут почитал что типа вроде с 80-х годов как бы стали активно говорить вот об этих личных границах популярной психологии вот почему вдруг да появилась почему появилась эта необходимость их устанавливать там выстраивать как-то с другими людьми и так далее прочитал я что этот сам термин придумал пауль федерн говорят что-то бы он был знал самого фрейда ну не знаю там глубоко да то есть но такая была основная идея личных границ это якобы то что прочерчивает граница между я и не я вот в этом контексте как бы крутилась вот и сейчас я наверное уже дам слово тебе вот тоже почитал несколько статей вот буквально сейчас да в интернете и на самом деле очень много есть статей путевых ну хотя там психологи каких-то других модальностей которые как раз ставят под вопрос вообще все эти личные границы я думаю такой тут единственный что-то вообще эту тему на самом деле уже много сказано было вот например гештальт терапевт юлия лишафаева она говорит наша психическая жизнь это процесс и границы нашего я постоянно создаются заново в контексте каждой новой ситуации показалась интересная мысль или вот еще тоже одна из психологов называет границы психологически своеобразным психологическим забором и она говорит эти границы не статичные неоднозначные даже для одной личности мы позволяем например маме и папе то что мы не позволяем другим и так далее вот это так небольшое вступление мне очень захотелось вот тут кто-то из подписчиков лайкнул столетней давности уже эти посты рилсы что так вспомнил об этом и думаю надо как-то это наверное продолжать об этом говорить размышлять поэтому вот почему-то ты мне пришла сразу на ум потому что ну как-то тоже включалась в это поэтому очень буду рад сегодня твои мысли на этот счет выслушать и да кто из вас присутствует прям эфире можно задать свои вопросы да и мы попытаемся ответить а пока мы начнем размышлять так что тебе слово понравилась мне прозвучавшая цитата первая мне кажется она мне сегодня пригодится я хотела бы сказать я присоединюсь вот к этим замечаниям что это тоже не брезгую психологической литературой мне тоже приходится сталкиваться с этими концептами массовыми как они становятся массовыми и у меня там был заход такой когда я стала разбираться с этой темой в таком в русле психоаналитическом мне хочется задать вопросом задать его тебе публике который сегодня собирается не кажется ли вам господа что вот та необходимость говорить о этих пресловутых личных границах косвенно указывает лишь на то что на каком-то другом уровне они совершенно не очевидны они явлены они расползаются расплываются и верзают и как будто сам дискурс да который мы продуцируем мы создаем вокруг этой пустотности он вот и затыкает или пришпиливает эти границы туда где нам кажется они должны быть один из первых таких разворотов я еще сталкиваюсь с тем что психологи сравнивают личные границы так называемые с границами государства чтобы вот у нас есть отличный образец когда можно обращаться кажется на той вот упомянутой дискуссии на б-17 как раз что такое вот звучало да 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 что как будто бы вот есть у нас пример прочерчены границ там отмеченных на местности за документированных в бумагах и так далее блокпосты охраняются люди с автоматами и кажется что мы можем это перенять но я подумала вот о чем что если мы возьмем топик улака на воображаемое символическое реальное то вот такой способ обращения с границами но его нужно помещать воображаемые координаты когда это эта граница обращена глазу да она видимо она вот как-то себя являет в воображаемом порядке ну мы же не страны в межсубъективном взаимодействии да мы не пользуемся таким способом как гоголевский хама брут не берем там мел не прочерчиваем меловой круг вокруг себя и чтобы там не дай бог какая-то нечисть у него не прорвалась и и моя там мысль состоит в том что мы прибегаем к слову да назначающим следовательно эти границы единственное поле где они могут быть обозначены это символически интересно что ты заговорила про карты а я сегодня на новость тоже наткнулся что яндексе хотят яндекс карты хотят отказаться или уже по моему отказались от границ государства использование границ государства то есть хотят использовать какие-то другие как сказать такие метки которые бы позволили там какие-то различия видеть как бы вот на карте мира то есть не границы да конкретно какие-то там не знаю горы там города какие-то достижения которые возможно есть в тех или иных местах то есть вот буквально они говорят что у нас уже границы действительно не четко были видны а вот буквально с этих дней вот они решили вообще отказаться от этой идеи вот ну просто так ты вспомнила про границы на карте это очень любопытно и честно говоря пугающе потому что развивание границ там где они хоть как-то могут себе обозвать и зачем это делать но вот и какие у тебя есть мысли по поводу того что все таки да в какой-то исторический период да ну скажем там восьмидесятые на западе у нас наверное это вот не знаю последние сколько десять лет да это появилось это словосочетание да что в культуре такое ну там возможно это как-то с дипом связано с законом что такое происходит вот в культуре да в истории что появилась необходимость вот говорить об этих на границах устраивать их там и так далее но мне кажется это не вопрос культуры даже пока пока еще вопрос того что действительно воображаем этих границ нет и в каком-то смысле да я это другой вот область воображаемого стадия зеркала по лакану это та та область которая возникает бесконечная путаница так хочется сказать воображаемый порядок да но это воображаемый беспорядок потому что они совершенно непонятно где я где другой и особенно ярко да эти тенденции проявлены там у юного субъекта когда он еще как бы не научился обращаться символическим он еще путается детский транзитивизм ребенок ударяет другого но утверждает что тот его ударил и это не попытка сокрыть преступления так скажем это еще действительно не развлечение мест где я где другой или явление развязанного паранояльного психоза это перестает понимать на какой стороне он находится на какой стороне зеркала находится он там или тут и надо сказать что вот невротический субъект он вроде как защищен своим фантазмом от этих скольжений между местами но не супер надежно то есть мы нет нет да как бы можем угодить какие-то ситуации где снова себе это все даст это путаница даст о себе знать и мне понравилось потому что ты упоминал своих статьях постах что это ситуации влюбленности например попробуйте влюбиться ты сказал отличный пример когда действительно перестаешь различать а где я где объект лебеденозной нагрузки потому что фрейд нам завещал два способа до выбора объекта по опорному типу и нарциссическому но если вчитываться в определение этих двух разных способов там все равно без не без нарцизма то есть так или иначе вот это вот нагрузка да нарциссическая она задействована я еще вспомнила такой пример ксении петербургской если кто знает ее историю у него умирает муж и она объявляет себя именем то есть она объявляет себя своим мужем она говорит я теперь андрей петров она надевает его одежду и проживает ну говорит ксения умерла я вот теперь другой человек это может показать что это психотической историей как бы ну вам не кажется но в том что это очень такой проявленный механизм идентификации с любимым объектом например если там субъект влюблен он может перенимать неосознанно от своего любимого какие-то черты даже символическом порядке и только воображаемом может словечки перенимать множественные манеры повадочки известная тема на тот взгляд что с границами или с какими границами здесь как размытие каких границ происходит влюбленности но вот тех самых символических границ которые мы на уровне слова на уровне означаемого прописываем и может быть я даже сейчас буду опираться не на пример с влюбленностью например вот на примеры психологические да которые нам говорят вот здесь прорыв границ вот здесь вам дали непрошенный комментарий здесь вас оценили и так далее я пыталась подумать над этим через психоаналитическую оптику и я прихожу к выводу что это те самые ситуации когда оказывается затронута субъектность когда вот не знаю положение активности пассивности меняется субъект теряет свое активное положение оказывается в объективированном положении то есть он смотри или за него делают что-то вот эти все ситуации попадают сюда когда тебе делают там непрошенные комментарии и ты уже не сам смотришь оцениваешь а тебя смотрят и оценивают или если тебе предложили помощь непрошенную то вроде как ты уже не в активной позиции а тот кто принимает и претерпевает эту помощь и что же я думаю вот в общем то не сама страшная ситуация страшная ситуация когда тебе это все предлагают отбирает тебя субъект свою активную позицию а страшно когда субъект не успевает в моменте изобрести ответ изобрести некий акт чтобы все поставить на свои места обратно и это же рождает очень интересную цепочку неких фантазий с которыми к нам приходят на сессии что вот я не могу перестать об этом думать я мысленно воспроизвожу эту ситуацию я изобретаю остроумный ответ понимаешь о чем я говорю и кстати это очень психоаналитично сейчас я закончу эту мысль что это похоже на игру фрейдерскую описанную игру форда когда внук эрнста кидают катушку и казалось бы что ты играешь в то что тебе неприятно ты инсценируешь уход матери так вот сама игра становится активным способом проживать то что было пассивно когда-то претерпеваемо и фантазия вот такого невротика который возвращается в неудобную для него ситуацию она становится именно перетягиванием на себя активности теперь это переживается активно да я тоже хотел пару слов сказать всем кто смотрит часто вот сейчас прямом эфире можно задать вопросы можете написать и мы постараемся с вами как-то ответить если у нас получится поэтому пожалуйста не стесняйтесь пишите вот я вот по поводу именно как культурного феномена да вот хотел продолжить мысль правильно ли я понимаю что ты говоришь о том что как возможно наступил ли какое-то время когда такое мы можем говорить о триумфе воображаемого и нехватки символического и поэтому начинается такая тема про эти личные границы с одной стороны означающая новая появляется да которая помогает как-то символизировать вообще эту проблему и говорить вообще об этом и люди начинают активно этим заниматься и не вспоминается тоже вот как раз я на конференции по сновидениям тоже говорил об иконическом повороте когда ну правда раньше начался в начале двадцатого века именно такое вот поворот к воображаемому картинки изображению к образу то есть доминирование образа над словом кому-то по большому счету это как бы как сейчас вот в последнее время это особенно разворачивается такой вот эти экраны постоянные девайсы картинки да ну феномен там и кино и вообще всего вот этого когда по сути действительно воображаемое просто начинает доминировать и символическая соответственно как-то символическая функция вот это все сбой происходит какой-то это как одна из попыток вот все таки как-то все это упорядочить этот хаос воображаемый это классная мысль про то что мы действительно живем в какое-то странное время когда воображаемое выпирает изо всех щелей да мы даже больше в паранояльном что ли дискурсе да слишком много там этих селфи наших отражений наших двойников преследующих с ними приходится иметь дело такое время но у меня есть еще одна мысль провисает имя отца почему субъектность так задета почему мы скатываемся там от какого-то небрежного комментария который может быть даже никуда не метил почему это на нашей стране может переживаться очень драматично будут у нас снова поставили вот в то детское положение с которого можно только терпеть они быть активными ну вот про имя про отцовскую функцию да я почему-то тоже когда думал про вот личные границы вот именно уже сейчас перед прямым эфиром у меня почему-то вот он пришел фабический субъект но в частности ганс вот что вот его история это тоже вот пройти границы да то есть там буквально даже есть буквально какие-то две ситуации когда он там да с отцом разговаривает они там какую-то веревку хотят там куда-то там но он фантазирует я уже не помню нарушить какой-то запрет в поезде там что-то тоже какие-то стекла разбить и что придет полицейский да 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 что вот какое-то вот такое тоже навязчивое навязчивое желание эту границу какую-то установить там где не работает вот эта отцовская функция и вообще сам механизм фобии получается да он такой защитный как бы как это последняя защита психоза да там не помню лакан сказал лифт прейд вот но вот что-то тоже вот ну как бы получается субъект он вот ну недостающую эту функцию пытается как-то создать восполнить вот почему-то механизм фобии мне это подумалось да ганс прекрасный вариант он почему нам интересен что он же прочерчивать себе именно как государство бы прочертила себе границу да здесь можно а куда нельзя я на парк а дальше не надо это поддержание да действительно вот этой провисающей отцовской функции которая не до конца установила жесткость этого закона вроде как границы видны но при этом наказание непонятно какое за пересечение этих гранит собственно то попытка веревочку это пересечь да и ожидание что придет какой-то дядя уполномоченный и всех наругает это как раз испытание этого закона что мне будет вот да почему-то подумалось сейчас вот опять же меня всю эту историю с культурой да почему этот феномен возник что можно ли даже ну как бы там мы говорим постоянно да что есть какие-то там когда фрейд практиковал там были истерички да то есть потом там да какая-то была депрессия там 60-70-е годы что как будто бы а сейчас да но чисто даже на уровне такого быта вот эти тревожные расстройства да то есть все противотревожные препараты везде и даже ну уже субъекты такие прошаренные да когда они приходят на сесть они уже там в терминах этих всех тревожных разбираются и говорят вот у меня тревога там и так далее вот что не эпоха ли вот сейчас такая фабическая фабического субъекта доминирования то есть чего-то такого происходит отчего такая необходимость там просто этими границами постоянно возиться и фабическое фабический период в том числе потому что как бы вот эта опора на воображаемое это вследствие уже этих всех процессов они очень связаны между собой действительно разговора границах он рождается там где возникает эта тревога утери утраты субъектами активной позиции что как бы ни обратно не скатиться вот это объектное существование и я даже пыталась прочертить себе не знаю формула фантазма чтобы понять да на что у нас опирается невротик и вот эти границы о которых мы говорим их нужно помещать вот тот знак пуансон между субъектом расщепленным и а это вот там наши границы это там закон и там то что удержит наши желания поэтому как бы и аналитическая наша работа она направлена на поддержание этого закон на поддержание субъекта желающего потому что как только до затронута твое желание ты скатываешься вот эту в тревогу и так далее мне очень эта мысль твоя понравилась быть объектом вот ну про вот эту пассивную позицию да это очень классно а еще какая у меня была мысль такая не знаю поразмышлять может быть у тебя будут какие-то идеи но вот то что мне по крайней мере из фрейда вспоминает да вот этот его текст по ту сторону понимаю принцип удовольствия на двадцатый год где он говорит об океаническом чувстве это недовольство культурой недовольство культурой вот как будто бы вот но хочется оттуда начать говорить да вот как будто бы вот он там говорит вот начале какой-то субъектности таком состоянии когда ребенок находится в слиянии с этим внешним миром где-то вот это я где я неразличено и как вот он учится да понимать где как бы там я где другой и так далее вот и сам фрейд говорит что у себя я этого океанического чувства не нахожу вот но как было очень много людей вот они это следительствует о том что они вот то что-то такое переживают очень часто некоторые в религиозном опыте это переживают то есть не знаю это какие-то такие регрессивные состояния или чисто структурные какие-то такие феномены людей или опять же что-то соответствующее вот этой эпохе вот интересно тоже размышлять об этом вот в этом ключе как эти границы появляются вот если операция на лакана на его мысли он-то говорит что все-таки символическое предзаданное да что вот этого слияния которым мы фантазируем которое якобы где-то когда-то было вот оно как бы да но очень вещеческое мы никогда не было если вы представляете там мать вынашивающего ребенка то их анатомия разделена там как бы нет никакого слияния там яйцо со всеми вытекающими то есть вот там уже прочерчено те линии да по которым пойдет разрез они предзаданы но этот факт что ребенок рождается в купели языка в тот мир где уже правит означающий ему приходится с ним сразу же иметь дело означающие в общем то это то что полагает порог вот этому океаническому наслаждению другое дело что как субъект обойдется с этим то есть будет ли он входить в порядок языка будет ли он считаться с этим означающим но это вопрос такого субъективного выбора ну вообще знаешь ты вот как бы круто такого что упоминаешь недовольство культуры потому что я тоже через этот текст сегодня что-то пыталась осуществлять нашей теме в плане что я задалась вопросом а как тогда отстаивать эти границы что нужно предпринимать чтобы возвращать себе эту субъектность я же думала о том что чем занимается популярная психология она предлагает менять ну какой-то социальный дискурс она предлагает менять язык она предлагает выбирать какие-то другие обороты речевые как друг с другом мы можем общаться и как мы не можем общаться это страшное дело на самом деле потому что мне кажется ну чем больше мы затягиваем вот эти гаечки культурные тем больше мы получаем неудобства в ней недовольства и как бы тем страшнее прорывы под тех задавленных устремлений которые эти этой культурой купируются и вот ты сказал про то что навигаторы стирают границы вот тоже как бы это вот наша игра в толерантность кажется вот этой опасной опасным стиранием границы давайте подчеркивает разность и говорить что да нет мы ничего не видим я думаю что может быть у меня такая мысль ну прокралась не хочется конечно эту тему вытрагивать но возможно в связи с политической этой ситуации новой какая-то у меня такая паранояльная мысль пришла что яндекс за это взялся убирать вот эти границы но меня конечно твоя мысль про ну лакановская вот это конечно идея про то что никакого слияния да никакой ты диады мать ребенок не существует да она меня конечно она мне знакома но она меня сейчас повергла в шок вот такой в хорошем смысле потому что я сам недавно текст оставлял через дельто правда она тоже говорит о том что никакого отделения от матери она когда она говорит о рождении кастрации рождения надо никакого отделения от матери не происходит потому что ребенок в момент родов лишается часть себя вот именно вот этого амниотической оболочки клоподное яйцо да вот частью которого он является вот его когда ребенок рождается у него происходит именно кастрация вот это первое разделение на части свое собственное собственно утрата как бы части самого себя и предтеча такого будущего психического расщепления с которым уже да мы столкнемся вот это конечно тоже все как бы мне кажется об одном да мысль о талакановская и вот про океаническое чувство да хотелось тогда поразмышлять это что это все-таки ну вот мифическое да мы с тобой сказали этого никогда не было это о чем это какая-то фантазия да или это все таки было ну пьюти о мысли а мне кажется что это невротическая фантазия до возвращения в утерянный эдем в лоно матери об этом слиянии которого никогда не было нам кажется что где-то оно должно было быть потому что что-то мы да потеряли во всем это в нашем путешествии взросление а зачем тогда она нам фантазия слияния но если даже и физиологически получается да мы говорим о том что и уже границы есть да и символично символическом уровне да ребенок рождается там уже есть этот третий уже есть эта речь да которая как бы разделяет его и мать зачем субъекта это мне кажется она поддерживает желание ну то есть фантазируя о том что это слияние где-то там возможно то есть мы его вроде как потеряли но мы еще восстановим мы еще наверстаем да и эта фантазия позволяет гнаться за объектом искать что-то подставлять да нет не то давай еще что-то попробуем вот вот этот путь поиска он запускается именно наличием такой фантазийно фантазийного представления о том что это возможно ну и получается в любовной жизни это тоже один из таких главных фантазийно когда они там две половинки одного целого то что у платона да эти андроги эти мифы да мифы об андрогинах вот да мне просто задумался назначение что все-таки у каждой фантазии свой назначение на какую-то роль все-таки играет какой-то протез вот так вот кто-то пишет нам я сейчас зачитаю можно предположить что эта фантазия не о слиянии об отсутствии тревоги тревога это фантазия не о рождении о смерти о том как меня не было небытии вот такой интересный комментарий комментируешь или еще раз подумать о небытии и как бы если вспомнить твою ты видишь да можешь опять же почему там нет тревоги да вот я тоже на этом аспекте сейчас задумалась потому что как бы слияние она предполагает эту тревогу потому что как только ты приближаешься к тому желанному объекту то все хочется бежать как раз рождается фобия и нас удерживает как раз от этого слияния работа закона запрета на инцест даже маленький ребенок вот ну то есть нам кажется что такое буквально что ли понимание есть у этого запрета на инцест мол не вас не дели ложа со своей матерью да но не так это работает в самом общем смысле запрет на инцест как ребенок испытывает отвращение к пенке на молоке вот это уже работа запрета на инцест поэтому я мне как-то немножко не клеится с другой стороны мне нравится вот эта мысль про небытие смерти вот когда ты говоришь о том что человек может терять свое место с объектом да и вот возникает необходимость снова как бы вернуть себе место субъекта да прочертив эти какие-то границы там воображаемые символически как будто бы здесь тоже об этом они бытия смерти об утрате места как это страшно то есть как раз вот почувствовать себя объективированным это субъективная смерть все ты не на позициях желающего тебя уже несет влечение смерти это там не без тревоги поверьте мне ну да и ганн вспоминает как раз что вот он страх так возникает как раз а приближать приближение да от невозможности утраты вот пишет страшно для нас невротика это да хороший поинт да страшно только невротику друзья задавайте вопросы или мысли просто можете какие-то свои писать у нас есть еще немного времени когда мы можем обсудить такой вопрос а не как как ты думаешь вот ну практически работать да вот человек приходит и говорит вот об этих границах что вот у меня проблемы с личными границами понятно что прежде всего это будет ли запись эфира да обязательно сохраним запись эфира да как вот работать ты говорила да что это прежде всего означающее с которым надо да как бы его раскручивать говорить о нем как работать таким человеком если возможно как-то такой обобщенный образ но мне кажется нам не нужны какие-то дополнительные инструменты ну как психоаналитиком чтобы с этим работать то есть мы вот именно этим мы занимаемся поддержанием желания поддержания в позиции субъектности да я как раз думала что что можно предложить популярной психологии в противовес их попыткам заменить дискурсы и так далее так вот субъекту нужно изобретение собственного акта в этот момент то есть я бы как раз ставила ставку свою на пестование такого умения что ли в любой ситуации в любых обстоятельствах снова себя собрать вот как в той цитате с которой ты начал и снова себя изобрести снова вернуть себе позиции субъекта и как бы здесь не получится воспользоваться тому указками из психологических статей да вот здесь не подойдет какой-то совет здесь должен быть такой акт чтобы подходил конкретному субъекту и вписывал именно его желание как он хочет себе это вернуть место и я вспоминала на этой волне вот эти последние события такие громкие когда может в курсе кинокритик артем долин берет интервью режиссера ридли скотта и задавая вопрос делает такой неловкий комментарий о его работе комментарий совершенно не нравится ридли скотту и он что говорит он его посылает матом вот так человека смог немножко себя отстоять причем это было совершенно доброжелательно а я знаешь о чем сейчас подумал ну возможно это из-за моего опыта почему-то я сейчас так оглянулся назад вот и я подумал о том что до того как я пришел в личный анализ я наверно жил в мире где была иллюзия такая очень явно очень отчетливо лично границ вообще своих собственных других людей где другие где я чего я хочу чуть другие хотят к уверенность такая была знаешь а сейчас вот уже там я практикую 10 лет и анализ сегодня достаточно долго до проходил и вижу людей да и которые приходят в анализ там по разным причинам я начинаю я и я сейчас смотрю на свою собственную жизнь я думаю что я живу в мире я каждый день отдаю себе отчет в вот в размытости этих границ вот я вдруг сейчас себе на эту мысль поймал и мне стало от этого ну как будто бы ну с одной стороны избавишь ты избавился от иллюзии определенно да с другой стороны вот эта жизнь где вот эти постоянно границы под вопросом она добавила тревоги она как бы добавила какой-то неопределенности она эта жизнь где нет где уже нет смысла где тебе нужно его так скажем там каждый новый день и как-то изобретать что-то как-то придумывать со своим желанием обходить с другим и то есть как будто бы вот я к чему что там популярная психология говорит придите мы там поможем вам выстроить личные границы у вас все наладится в жизни да а психоанализ как будто бы наоборот расшатал еще то что было да до последней точки и я когда люди приходят и думаю вот мне уже изначально их жалко что как будто бы они пришли в анализ да чтобы как-то там себя собрать а наоборот как бы вот разобрался еще больше и как-то надо вообще да жить дальше не знаю такая мысль пришла ну вот такова кастрирующая функция анализа ты прощаешься со своими прежними представлениями они в общем то тебе не сильно нужны уже потому что ну вот у меня такая фантазия зачем цепляться с субъекту за внешние границы или представлять что все таки все поделено ну вот потому что они не очень хорошо прочерчены в психике там не на что опереться приходится вот так себя отстаивать в процессе анализа наверное эта необходимость ну просто отпадает и поэтому да там уже можно спокойнее реагировать на какие-то комментарии потому что понимаешь так вот тот человек со своими представлениями а я тут сам по себе мне это не мешает да вот соглашусь с тобой что вот сейчас подумалось что вот именно как аналитику это очень помогает в работе и наверное думаю даже невозможно ну эту аналитическую позицию сохранять да если ты не выпал вот из этого дискурса личных границ и как-то ты да вот как-то так в таком подвешенном хочется сказать такую метафору в подвешенном состоянии быть вот именно аналитическая позиция мне кажется она вот включает в себя вот но именно как человека да который там просто живет жизнь свою да я наверное бы сказал что это добавляет тревоги какой-то такой вот определенности вот ну это так просто наверное личный опыт какие-то вот сейчас мысли ну это интересно что как раз их говори я просто заметила что в твоей речи есть некое разделение аналитическую позицию просто субъекта который живет свою жизнь и мне это знакомо в том плане что я обычно разрываюсь действительно могу ли я воспользоваться там своей личной жизнью как раз вот тем спокойствием которое мне дает кабинетная работа или я наоборот вот здесь уже вообще-то со своим желанием которое я могу реализовать в полной мере если мне что-то не нравится интересный момент и что в этом разделении ну этическая позиция вот как раз о чем ты говорил что в кабинете нет этих вот личностных представлений о самом себе есть только ухо которое слушает речь и не более того вот нам пишут да спасибо что пишете интересная мысль с позиции гештальтерапии да прочитаю потому что в записи не будет уже интересная мысль с позиции гештальтерапии граница пролегает между организмом и средой одновременно организм сам является частью среды и с этой точки зрения граница относится к организму не к организму а к среде а точнее граница является взаимодействие процесс организма и среды спасибо вам за увлекательнейший эфир спасибо за интересный комментарий да вот кстати вспомнилось что почему когда эта вся дискуссия на 18 развернулась там как раз говорили о том что с этим основном работает гештальтерапия с личными границами но я а там есть такой термин граница контакта а вот это вот есть ли у тебя какие-то мысли по поводу этого комментария граница пролегает между организмом и средой между организмом и средой между организмом и средой не знаю для меня это лакановская все-таки история да что вот этот разрез удваивается да кастрация удваивается у организма своя утрата у среды которая его носила у матери соответственно своя утрата и в общем оба такие кастрированные если все хорошо угу вот да дальше пишет у нас а почему границы размыты для вас это потому что люди так или иначе заступают и нарушают границы друг друга спасибо за интересную тему вот тоже спасибо да сейчас я скажу возможно у меня вообще такая мысль пришла что по сути ну опять же если мы допустим существование каких-то границ что отношения отношения с кем-либо не могут начаться без нарушения границ вот у меня такая мысль пришла ну да как вы с этим занимаетесь да ты должен куда-то заступить на какую-то территорию ну пусть там фантазина там кто этот другой какой он там что он делает что я там для него что я могу сделать то есть уже началось да какие-то проективные штуки то есть уже все границ никаких нет чтобы что-то закрутилось в отношениях как раз вот можно переступить эту границу такая мысль пришла да то есть даже вот на поверку бытовой такой бытовым опытом да непонятно где эти границы должны пролегать но у меня есть еще такой заход занудный именно психоаналитический в том плане что субъект субъективацию то свою обретает где вместе другого да вместе нехватки другого и более того с помощью языка который тоже он получил от другого то есть черт возьми у нас в этом мире не так много вообще своего у нас нет языка который да он нам пришел мы пользуемся чужим у нас нет собственного имени оно нам дано и даже там попытка заменить свое имя она скорее подчеркивает ту взаимосвязь да с которой хочется распрощаться что тебе это дали а не ты сам себе это выбрал что еще вот не знаю есть такие родители которые любят сказать своим детям мол да здесь ничего твоего нет они в общем то они сильно заблуждаются да здесь ничего твоего нет здесь приходится изобретать только свое желание которое в общем то тоже оказывается желанием другого мы в очень сложной позиции только фантазм нас держит ну да и получается себя то собрать человек может только на на другом на другом конечно как раз не должно быть никаких ну так сказать границ вот этих о которых мы говорим вот тут пишет коллега нам я могу ошибаться но кажется Фрейд считал границей само я сравниваю с корой дерево по отношению к окружающему миру само я граница само я я помню он говорил вот об этом про то существе щупальца которая постоянно а псевдоподия да 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 которая куда-то в свои щупальца пускает и возвращает их снова да работа нарциссов да 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 а вот с деревом не помню корой дерева у него была такая идея про я как воспринимающую инстанцию то что на границе все таки раздражение раздражение ага кора да 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 вон тут лучше нас помнят протоплазма с псевдоподиями ага да 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 протоплазма с псевдоподиями ага да то есть вот он это когда он говорил по моему о сознании как воспринимающая это система восприятия сознания да 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 ну вот этот блокнот этот который записывает да и потом это стирает вот эту вот всю идею да 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 но он ее начал развивать еще в самом где в наброске психологии да эту идею толкование снарядения седьмая глава появляется опять схема щетка ну мне кажется да что вот этот момент мне кажется мы сейчас постепенно переходим вот к этому психоанализу как теории памяти как записи да которые делаются вот и ну мы же говорим о том что в психоанализе мы можем переписать свою историю да как бы и как раз мне кажется это такой этический момент вот вопрос границ да установления там их и отстаивания тогда это вопрос прежде всего этический потому что как раз вот то что эти границы размыты и такие неустойчивые это позволяет как бы субъекту перезаписаться как-то свою историю пересмотреть что я такое гибкое что с одной стороны это становится таким вопросом тревожным для нас что границ этих что они все таки неустойчивые вот а с другой стороны это такая надежда какая-то в этом есть для субъекта который в анализ приходит чтобы что-то переписать перечертить как-то вот в этом концепте это классная идея она меня заставила подумать опять же вот эта конструкция объектного существования да то есть все таки субъект в себе носит память об объектном существовании она вытеснена от ней даже нет то чтобы прям в записи есть некий оттиск Лакан его называет по-фрейдовски такое означающее он использует оттиск об этой жизни двоязыковой и все что как бы мы носим в себе осознавая это то что мы можем изобрести в качестве противовеса этому объектному существованию если что-то у нас не удается вот этот провал страшное дело у нас потихоньку время да заканчивается может быть какие-то еще вопросы будут у вас можно написать и мы наверное такими уже заключительными мыслями поделимся у меня очень много всяких таких так скажем инсайтов после сегодняшнего эфира и мне кажется ну наверное эфир или как любое другое взаимодействие для меня является таким опять же воспользуюсь таким популярным словом про быть продуктивным да когда я хочу после этого думать да что как-то мне очень понравилась вот эта мысль такая она немножко такая депрессивная да с одной стороны что у нас ничего своего нет вот и что твоя вот эта мысль про то что все что мы можем это изобрести желание вот прямо мне вообще очень она какая-то совсем из другой галактики ну не про границы да не в этой логике вообще почему именно в этой то есть наше желание же держит нашу субъектность конечно то есть мы субъекты только потому что мы желаем только потому что мы что-то потеряли а если эту субъектность от нас отнять или желание отнять или объект который мы произвели то есть почему мы чувствуем как прорыв наших границ если кто-то придет и не знаю перемоет за нас пол типа плохо помыл ну обидно как будто вот если возвращаться к стадиям там эфрейдовским да фазам развития то это вот на анальной стадии от тебя отобрали возможность быть активным и созидать такой художественный потенциал и отобрали ну обидно как думаешь мы вообще ответили на какие-то вопросы которые могли вокруг этой темы ну мне кажется да мне кажется ну я опять же для меня важно то что какие-то новые в том числе поднялись для меня лично вопросы которые которые можно говорить дальше обсуждать может быть мы еще даже раз я не знаю если там у нас появится какой-то материал можем об этом поговорить вот я думаю что может быть мы не до конца как-то раскрыли вот этот концепт как он раскрыт именно в популярной психологии все-таки ну мы не очень я не очень сразу да я тоже не очень вот возможно людям которые слушали да было бы там интересно да именно с этой точки идти как это понимается вот популярной психологии там или гештальтерапии да вот возможно мы как-то сразу да заскочили вот на свои пути которые нам понятно да это было неизбежно да может быть тогда там могли бы написать в комментариях как раз спикеру от разных других практик и что-то сообщить вот новое о чем мы тоже можем подумать через психоанализм у меня даже была идея это может быть даже ну у нас с Денисом все еще есть мысль снова замутить конференцию в феврале вот ну и тема личных границ думаю возможно как-то была бы интересно именно ну вот как-то на нее более глубже как-то рассмотреть потому что она очень востребована популярна все прямо хотят все очень озабочены да 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 ну может быть какие-то заключения мысли есть или меня очень зацепила идея о том что действительно скрывает за собой это озабоченность границами действительно это метит фобию это метит нашу вот эти паранояльные тенденции последнего времени это это интересные взаимосвязи я думаю что их еще стоит разрабатывать да ну я в свою очередь да скажу что меня это тема с желанием изобретение желания вот все что наше да если говорить вот очень хочу об этом подумать вы прекрасно нам пишут раскрыли эту тему дискурса психоанализа спасибо за эфир да мы очень благодарны сейчас постараюсь все сохранить и если у вас есть вопросы пожалуйста пишите либо мне либо Анне сразу хотелось бы сказать что мы оба практикующие психоаналитики и насколько я понимаю ты тоже больше онлайн практикуешь я исключительно онлайн да я тоже исключительно онлайн только когда бываю в Петербурге со своими лидерскими анализантами встречаюсь вот если вы хотите действительно обратиться к нам ну как психоаналитикам можете написать вот и по прямому эфиру по теме личных границ если у вас будут вопросы пожалуйста пишите мы постараемся ответить и если накопится материал наверное даже сделаем еще один прямой эфир так почему нет спасибо Аня большое спасибо тебе будем на связи до свидания всем до свидания ммм мм мм мм